Самарское знамя – единственное российское полотно, которое имеет болгарский орден за храбрость. Это символ победы, настоящая реликвия. Сейчас оно хранится в Национальном музее военной истории Болгарии, в отдельном помещении с особыми условиями и под усиленной охраной. О роли этого полотна в освобождении болгарского народа и его боевом пути говорили на научно-практической конференции «Уроки истории Самарского знамени». Самарское знамя – это великий символ наших полководцев, и действительно под ним сражалась не только третья дружина болгарского ополчения, но и оно является знаменем-героем для всех стран Балканского полуострова, которых освободила Россия в рамках той войны 1877-1878 годов. На конференции ведущие историки, деятели науки и культуры обсуждали также динамику взаимоотношений между Россией и Болгарией, итоги освободительной русско-турецкой войны второй половины XIX века и историческое значение того конфликта. Как всегда подчеркивает и МИД, что у нас всегда связи с народом, они не прерывались никогда и в дубоверенно при османах, и при других властях, и создание болгарской церкви, болгарской государственности – это все связано непрерывно с Россией. Поэтому нашим связям с народом болгарским ничего не угрожало и угрожать не может. Среди гостей, конечно, представители Болгарии. Они отмечают, что сейчас в разработке есть несколько мультимедийных проектов, которые помогут сохранить историческую память о тех событиях, в том числе и фильм, чтобы Самарское знамя оставило и значительный культурный след в истории страны. Самарское знамя – это гениальная вещь в истории России. Такого нет другого. Это пример невероятнейший. Вот это некий результат деятельности российского общества, связанное с морально-эмоциональным отношением к той русско-турецкой войне. Это тот символ, который на некоторое время, может быть, был единственным для болгарского народа. Это мероприятие должно стать очередным в цепочке серьезных мероприятий на территории России, которые посвящены русско-турецкой освободительной войне. Поэтому мы не могли не приехать в ваш прекрасный город. Также на обсуждение были приглашены и потомки тех российских генералов, которые помогали болгарскому народу вести освободительную войну. Они помнят всех убитых. 500 памятников в Болгарии сохранилось и ухаживают до сих пор за ними. И поэтому часто мы встречаемся с болгарскими друзьями, бываем в посольстве Болгарии и бывали в Болгарии три раза. Поэтому мы работаем тесно со школами, институтом, библиотеками и даже говорим о вашем знамени. В нашей истории силой и славой учим с рождения детей дорожить. Научно-практическая конференция, которую транслировали для всех россиян, дала старт шестому международному патриотическому фестивалю «Самарское знамя». В программе фестиваля 18 мая торжественный молебен, возложение цветов к могиле Петра Алабина и его супруги и крестный ход. А в Струковском саду будут работать 50 творческих исторических патриотических площадок, кинолекторий, мастер-классы, фотозоны и другие площадки, связанные с русско-турецкой войной, с русской императорской армией и с героями спецоперации. Вход на все мероприятия свободный, без возрастных ограничений. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Субтитры создавал DimaTorzok